Порядка. Четыре века назад выселил сюда Иван Грозный 300 непокорных новгородцев. И здесь местечки, которые называли тогда березопольским станом, закипела жизнь. Развивались ремесла, строились мастерские, дома, монастыри. А в 18 веке, когда здесь поставили храм Рождества Богородицы, и село назвали Богородское. Наибольшего расцвета село достигло в прошлом веке. Кустари-кожевеники объединялись в артели, строились заводы по обработке кожи. Конное снаряжение из Богородского славилось на всю Россию. Активно участвовал наше село, именно кожевники, Нижегородской ярмарки. На Нижегородской ярмарке даже была улица Богородицкая, на которой располагались лавки наших богородских купцов. Завод имени Юргенса построен в 1907 году. Это, можно сказать, одно из самых молодых кожевенных предприятий в городе. В цехах соседствует оборудование, сделанное в прошлом веке и в прошлом десятилетии. Производство тяжелое и вредное, но люди за работу держатся, хоть и не платят им с апреля. Половину заработка выдают продуктами. Сравнить, собственно, уже не с чем стало. Но кожу выпускаем довольно-таки приличную. Так что можно прийти покупать. Кожа здесь действительно отменная. По качеству не уступает европейской. А уж с китайской и турецкой даже сравнивать не хочется. Однако потерянные в последние годы связи между предприятиями и постоянной задержки платежей заставляют сокращать производство. Город Кожевников становится городом безработных. Анна Потагина, Нижегородская область, телевизионная служба новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова